Дорогие друзья, приветствуем вас в городе Волгоград в рамках восьмого тура турнира UFLUG. Сегодня сойдутся команды Академия Ротор и футбольная школа имени Леонида Слуцкого. На данном турнире это стадион Нефтяник, который не так давно, в общем-то, был реконструирован. По сути, буквально совершившийся ничью 1-1 в том матче, к слову, вновь забил Тимур Шарапов, так он еще и успел не забить с пенальти. Вот настолько отличительная игра для него, попытка проникающая. Передача проходит, пас перекидывается, голкипер, и нет свистка, или есть все-таки. Похоже, что поднят флажок, все так. С этой камеры не был виден первый помощник, но флажок был поднят, и гол не защитный, хотя сама по себе, конечно, передача по замыслу интереснейшая. Максим Епихин. ...круга, причем успешно борьбу свою выигрывает, было нарушение правил, но игру можно продолжить. Проникающая передача на левый фланг отдается. Можно навешивать штрафную, так и происходит. Навес, и Шарапов даже здесь, что ли, поспел. Нет, не Тимур оттабыл. Не Тимур оттабыл, причем рефери показывает то, что будет угловой удар. Конец первого тайма, вновь инициатива уходит за Академией Роттера. Ох, как здорово. Анаприенко в очередной раз перехватывает мяч в центр передача. Можно двигать дальше. Архипкин. Дальний удар! Какой гол Школы Слудского! Вот это гол так гол. Долго бегал Архипкин. Много бегал Архипкин. Ну и празднование в стиле Криштиана Роналду. Си! По-другому и не скажешь. Там причем чуть ли не драка у Академии Роттера. Повтор этого удара. Боже ты мой, какая красота! Владимир Скляров у мяча. На дальнюю штангу! Удается даже мяч на втором этаже выиграть. Ну и после этого уже звучит свисток. Что же, позади первые 40 минут. Волгограде у себя дома, на своем домашнем стадионе. Посмотрим, получится ли. Но мы тем временем вновь на поле. В одно касание Трофимов отдает пас. Можно играть дальше. Без фола. Проходит передача. Шарапов! Пасает Козиненко ворота вновь. Так еще и мяч в руки забирает. Но все же за лицевой линией. Будет угловой. Проходит передача, к слову, от Романа Ермакова. Здесь Егор Кирин, мне кажется, немного сам себя обманул. Хотя мяч-то по итогу прокинул. На весь штрафной сделал! Немного, совсем немного Евгению Косилеву не хватило. Тоже буквально кончиками пальцев этот мяч он старался перевести куда-то под перекладину. Покидает только сейчас, видимо, поле от игрок Академии Ротера. Шарапов подкатит на добивании он же. И бьет Шарапов! Но по итогу чуть раньше свисток. Каким вообще образом он его и перекинул, и еще и ударил? Для меня загадка. Я порой поражаюсь тому, как к нему мяч липнет буквально. Вынужден разворачиваться к центру поля. Очень долго. Но при этом пас все равно проходит. Киселев. Проникающая передача дальше. На дальнюю штангу Ермаков! Сравнивает счет Академия Ротера. Он был в тени весь матч, но оказался на дальней штанге и забил свой гол. Но на трибунах Академии Ротера при этом полное спокойствие, на удивление. Отличная комбинация. Чистая борьба. Ух, какой рикошет неудачный. Один в один против защитника. Можно обыгрывать. Мечается вправо. Еще одного обыгрывает. Удар в центр. Воротка, Валенко. Но на постраховке центральный защитник, который всегда поддержит, скажем так. А что здесь? Корпус ставится. Нет фола. Пятки скидывает Ермаков. Разворачивается. Удар будет ли? Два ложных замаха уже от Романа Ермакова. Бьет он! 2-1. Академия Ротер ведет в счете. Роман Ермаков обыграл все и вся. Два ложных замаха и удар по дальнюю штангу. А это сенсация. А это серьезная сенсация. Мяч в игре. Мяч на чужой половине поля. Это самое важное. Свистон отдает передачу. Ермаков как развернулся. Забивать нужно. Мяч катится по дальнюю штангу. Но Роман сегодня футбольной красоты, конечно, наделал вдоволь. Ждем. Да. Звучит финальный звездок. Академия Ротера выигрывает. Школу Слуцкого в принципиальном важном матче со счетом 2-1. Ну и все идут поздравлять Романа Ермакова, автора дубля сегодня. Академия Романа Ермакова, автор дубля «Симон»